Такого количества спецслужб не было еще ни на одном Сабантуе. В Лаишевском районе сегодня на празднике плуга было как никогда безопасно. Среди гостей представители служб безопасности разных стран. Затем, как они погружались в национальные особенности, наблюдала Инна Данилова. На Майдан Сабантуя в Лаишево всех пропускали только через металлодетектор. Исключение сделали для почетных гостей. Чтобы привезти их на праздник плуга, потребовалось около десятка автобусов. Среди самодеятельных артистов в национальных костюмах и жителей Лаишево они выделялись строгими костюмами и темными очками. Буквально через пару минут после появления на празднике президента Татарстана Рустама Миниханова приехал и директор ФСБ России Александр Бортников. По традиции, отведав хлеб, соль и чак-чак, гости отправились по деревне мастеров. А посмотреть было на что. Кузнецы, гончары, ткачи и создатели всевозможных народных мини-шедевров из металла, ткани, бересты. Наперебой стали предлагать свою продукцию. При входе на территорию Сабантуя всем гостям раздавали вот такие кепочки, на которых было написано Лаишево. Но при желании можно было приобрести и вот такие из бересты и другие изделия народного творчества. А наши предки в старину носили такие вот берестяные панамы. Пока одни присматривались к сувенирам, другие восхищались смелостью канатоходцев и силой атлетов. Впрочем, понять, что такое праздник плуга Ле Татар, гости смогли посмотреть в красочное шоу на сцене Майдана, где одновременно танцевали, боролись, бегали в мешках, показывая чудеса ловкости и смекалки. Хочу всех вас поздравить с Сабантуем, всех нас. Это самый наш любимый праздник. Сабантуя – это праздник, где мы отмечаем самых сильных, самых талантливых. А также мы отмечаем тех людей, которые привносят огромный вклад в развитие населенного пункта, своего района, своей республики, своей страны. Наиболее отличившиеся жители Лаишевского района получили из рук президента Татарстана награды. Шикарно все хорошо организовано. Очень понравилось. Пока одни бились подушками, другие пытались покорить бревно. Кому-то это удавалось легко, другие, не смев добежать, упорно доползали до финиша. Оторвать детей от многочисленных состязаний было невозможно. Мне понравилось, когда перетягивают канаты. Вас приветствует государственный ансамбль песни и танцев. Куряш, борьба, танцуют. Тут можно выигрывать много призов. Как отметил президент, сейчас Сабантуя проводится в 53 регионах России и 23 странах, где проживают татары. А сегодняшний праздник в Лаишево по праву можно было назвать международным. Гостей из более чем 60 стран мира приветствовали сразу на трех языках – татарском, русском и английском. Инна Данилова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.